Стал мне легким, как этот год стал вообще для всего мира, для экономики, для жизни людей конкретных и для тех людей, которых, увы, мы потеряли. А на сегодняшний день, как мне известна статистика ВОЗ, это более полутора миллиона людей. И это сравнимо с потерями Франции во время Первой мировой войны, которая до сих пор не может забыть эту Первую мировую бойню. Это полтора миллиона человек в мире, это трагедия в семьях, это экономический кризис. А так музеи не живут в безвоздушном пространстве, они связаны с миром. Искусство говорит о том, что с нами происходит, а музеи – это институции, ровно такие же, как банки, как заводы, как научно-исследовательские институты. Мы все живем в социуме, мы все связаны друг с другом. Человечество – это эксистема, и музеи в нее вплетены. Вопрос о том, чем был 20-й год, он досужий. Всем понятно, он был нелегкий. 2020 год стал для мира искусства такой неожиданностью, потрясением. Безусловно, все музеи закрылись, и невозможность как раз показать те результаты работы для своей аудитории, это всегда, конечно, было болезненным таким первым этапом. Но главное, конечно, здоровье всех сотрудников. Все ушли, можно сказать, в такой домашний режим и научились с новыми препятствиями преодолевать их. И ушли в онлайн, создавая новые проекты, новые интересные общения, и появилась новая аудитория. Поэтому, с одной стороны, это было, конечно, такое потрясение и неожиданность, а с другой стороны, это дало возможность расширить аудиенцию. 2020 год стал для мира искусства очень большим испытанием, особенно в институциональной его части. Мы наблюдаем очень тяжелое положение больших институций, о которых еще год назад никто бы не мог даже и предположить, что они окажутся в кризисе и в таком разломе, я бы сказал. И вся индустрия вместе с ними довольно тяжело переживает. Поэтому, конечно, это год испытаний. 2020 год стал для мира искусства проверкой на прочность. Но еще раз доказал, что значимое произведение искусства всегда найдут своего покупателя. А хорошими выставками и спектаклями мы готовы наслаждаться даже онлайн. 2020 год для мира искусства стал годом погружения в диджитал. А цифровка коллекций, онлайн-галереи, виртуальные экскурсии – все это погрузило мир искусства с космической скоростью в новой технологии. Интересно, что будет дальше. Испытанием. Сто процентным испытанием. Ну, в принципе, для всех, не только для мира искусства. Но, безусловно, мы люди творческие, люди, которые работают в столь непростом направлении, мы столкнулись с определенными трудностями. Но, что здорово, например, я работаю очень много с художниками такими яркими, позитивными со всего мира. И в Аскери-галере у нас много искусства, которое можно прийти, забрать сразу же и привезти себе домой, поставить дома. И мы поняли, что люди сели на карантине дома, стали общаться больше и проводить время со своими близкими, с друзьями, обратили внимание на то, что происходит у них в личной жизни и, соответственно, дома. И поняли, что на стенах-то висит не совсем то, что им интересно, или то, что их наполняет или радует. И заинтересовались искусством с прикладной точки зрения, как улучшить свою жизнь и свои эмоции какие-то, да, потому что год, безусловно, очень стрессовый. Поэтому мне было очень интересно, как это все переходит вот из точки А в точку Б, и когда люди понимают, что дом – это их крепость, это их какое-то интересное такое место, где им вдруг захотелось что-то новенькое. И они обратили внимание на молодых русских художников в России здесь. И это прямо такой очень интересный процесс, за которым я наблюдаю. Надеюсь, он не закончится, потому что интереса к современному искусству, безусловно, в этом году стало больше, как это неудивительно звучит. Вообще главное, что мы обсудили с девчонками и с нашими коллегами, что, несмотря на все сложности этого года, мы как галерея, представленная в онлайне, и как проект, который несколько лет назад сделал ставку на онлайн, очень хорошо себя почувствовали и очень рады тем, скажем так, продвижениям коллекционеров, галереи, вообще арт-сообщества в онлайн. Потому что принято считать, что все мы уже пользуемся технологиями, и они, скажем так, захватили нашу жизнь. Но на самом деле при работе с коллекционерами и с художниками мы сталкивались с тем, что все хотели прийти, посмотреть работы, посетить выставку, участвовать в живых проектах со стороны художников. И очень тяжело было объяснить, что представляться в онлайн-галерее или посмотреть искусство в онлайне – это тоже хорошо, тоже считается, это работает, и никакого обмана здесь нет. И вот, собственно, 2020 год стал, мне кажется, таким переломным в этом вопросе, когда у людей не было выбора, и пришлось любить и смотреть искусство в онлайне и покупать так же. Поэтому я хочу сказать, что этот год стал таким переломным для нас в этом вопросе, и я думаю, что для многих тоже. Для меня Новый год – это праздник, а предпраздничные дни, которые я всегда так любила до того момента, пока не стала директором музея, были днями праздничной суеты. А теперь, когда ты отвечаешь за музей, и как у всех людей, которые за что-то отвечают, это подведение итогов года и доведение всех дел, которые всегда скапливаются, – это такие страшные дни, в которых нету разницы между днём и ночью, когда надо закончить всё, что ты можешь закончить. Ну, от 31 числа всё-таки поднять шампанское, порадоваться и загадать желание. Новый год, ну, традиционно, да, это, безусловно, всегда, в первую очередь, это улыбка, это возможность быть с семьёй, с детьми, с супругой, и это праздник всегда, в этом году это будет, конечно, более такой именно семейный-семейный праздник. Обычно это несколько семей, сёстры, мои супруги и моя семья, то есть это большой праздник, в этом году это будет менее-менее, более такой маленький, но это всегда радость, это всегда ожидание и надежда на что-то новое, да, и, конечно, после такого интересного 2020 года, конечно, который, надеюсь, больше не повторится, поэтому это ожидание чего-то хорошего. Для меня Новый год, ну, как для любого человека, это неделя обжорства, потому что пьянство, ну, я не предаюсь этому весёлому греху никак, а есть люблю. Эта неделя ничего не делая неприятного, это подарки, тупее которых уже придумать невозможно. Для меня Новый год семейный праздник, время, когда чувствуешь себя ребёнком и снова веришь в чудеса. Это мои подарки, которые я полгода готовлю разным людям, то есть, ну, это такая большая компания довольно. Ну, ещё это какая-то, всегда какое-то облегчение, потому что очень многие процессы, как бы, ты либо решаешь на них забить в следующем году и больше не возвращаешься к ним, либо каким-то чудом, божьим промыслом доделываешь их в этом и вообще чувствуешь себя очень хорошо при этом. Я очень люблю этот праздник. Новый год для меня – это детское ощущение путешествия. Ты точно не знаешь, что тебя ждёт, но абсолютно уверен, что будет очень интересно. Что для меня Новый год? Подарки. Подарки, праздник, ощущение сказки, ощущение какого-то... Ну, вот, да, это праздник, причём праздник такой какой-то изнутри, который поднимается, то есть, ты вот предвкушаешь новогоднюю ночь, ты предвкушаешь готовку, запах мандаринок, хотя, наверное, у многих сейчас с обонянием проблемы из-за вируса, как у меня, например. И, ну, это, безусловно, праздник, который хочется продлить максимально, поэтому я такой человек, я уже начала за две, ну, то есть, сколько у нас, за две недели до Нового года дарить всем подарки. Я в таком состоянии предвкушения нахожусь, когда люди открывают коробку, видят, что там для них упаковано, эмоции, они меня заряжают, поэтому Новый год – это праздник, праздник, праздник. Для сэмпл, как для онлайн-галереи, в течение года происходит не так много оффлайн-мероприятий, где мы можем увидеть наших друзей, художников и клиентов. В этом году этих мероприятий было совсем мало, поэтому Новый год – это такая наша традиция собираться всем вместе на аукционы, на ужины, на вечеринки. Что-нибудь мы обязательно придумываем. В этом году это настоящий рождественский европейский маркет с глинтвейном, яблоками в карамели, печеньями, мастер-классами от художников. В общем, такой карнавал и праздник, и повод всех увидеть и поздравить. Для нас это очень важно, потому что таких встреч немного, и подводя итоги, очень хочется быть окруженными теми, кто был с тобой в прошлом году, и надеемся, что пойдет с нами дальше. Как все нормальные люди, я жду, чтобы он был лучше. Я думаю, что опыт 2020 года показал нам две вещи. Он показал нам, что не каждый из нас умеет в момент кризиса строить планы на будущее, а все в мире меняется, и мы уже давно вступили в эпоху бесконечного ускорения исторических процессов. Поэтому жить, как вчера, сегодня нельзя. И панэндемия ничего нового не открыла, кроме того, что принесла страшные трагедии, которые унесли жизни людей, которые принесли людям осложнения, и это тяжело. Но это нормальный кризис, которого, наверное, надо было ждать. Это возможность подумать о том, что мир меняется, и в нем что-то отмирает, а что-то открывается как возможности. И умение быть гибким, умение открыться этому будущему, умение мечтать, умение не бояться, умение перестраиваться самому, перестраивать дело, за которое мы отмечаем. В конце концов, перестраивать человеческие отношения, потому что раньше говорили, не толкайтесь локтями, а теперь мы все здороваемся локтями. Обычная самодисциплина и ответственность за других, которая призывает нас носить маски и держать дистанцию, оказалась не для всех доступной. И мы видим, как по всему миру идут манифестации против ограничений. Это чудовищный эгоизм. Это чудовищный эгоизм. Да, страдают все. Но понимание того, что жизнь людей бесценна, это главная ценность, это очень важно. Вот 2021 года точно жду, что 2020 год не повторится. Безусловно, это год, с одной стороны, да, это так говоришь с улыбкой, но это год, помимо закрытия музеев, это где очень много художников, очень много людей, не только творческих, да, но вообще разных профессий, друзей, близких, которые ушли, которые, к сожалению, из-за этого вируса или из-за переживаний какие-то связанные с этой пандемией. Трагичный год, безусловно, это, с одной стороны, год такой памяти, да, и, безусловно, в 2021 году невозможно будет не вспоминать о тех трудностей 2020 года. Но будем надеяться, что этот год будет полон здоровья, да, и близкие люди или друзья и коллеги будут здоровы и будут делать новые проекты, по-прежнему все вернутся в музей, в галереи и в другие пространства, и будет как-то хорошее настроение. Ну, будем надеяться. Да ничего особо не жду, вряд ли что-нибудь поменяется радикально, это будет тоже год испытаний, ничего, ничего особо, особо серьезно не произойдет. Не с нами, не, надеюсь, ни со страной, ни с индустрией. Ну, всегда ждешь какого-нибудь чего-нибудь хорошего, где-нибудь до марта, да, потом уже понимаешь, что ни черта не случится, и можно уже до декабря расслабить булки и не напрягаться. Много новых и интересных аукционов. Например, весной 2021 года Кристис выставит на продажу великолепную коллекцию семьи Godfriend, включая работы Макса Эрнстера, Нэма Грита, Хуана Миро. Кроме того, в 2020 году наши онлайн-аукционы выросли на 262%, и это только начало. В 2021 году мы продолжим развивать диджитал, чтобы быть еще удобнее, чтобы наши услуги стали ближе к нашим клиентам. Очень хотелось бы, чтобы 2021 год был как минимум позитивнее для всех нас, чем в 2020. Я жду осознанности у людей, которые меня окружают, и наших клиентов, и коллекционеров, потому что, мне кажется, 2020 год дал вот этот старт для людей в себе копание, изучение себя, своих каких-то глубинных мотивов жизни. И я думаю, что это все продолжится, а вместе с тем, соответственно, человек, который развивается, он, безусловно, приходит в мир искусства, потому что искусство – это именно то, что нас наполняет, нашу жизнь привносит что-то волшебное. И я думаю, что большее число людей будет интересоваться современным искусством, молодыми художниками. И мне кажется, будет много интересных проектов, особенно когда закончится вся эта эпидемия. Люди немножко по-другому будут смотреть на то, что происходит в их жизни. И я уверена, что художники станут полноправными такими членами этого общества, будут вызывать большой интерес, потому что зачастую они, конечно, очень ведут такой замкнутый образ жизни. И для них как раз карантин. Я со всеми разговариваю, когда я говорю, как у вас карантин проходит, они говорят, ну, ничего в принципе не изменилось, мы, как всегда, сидим дома, творим. Но вот люди посмотрят на все, что происходит, поймут, что им нужно что-то как-то развиваться, украшать свою жизнь, свой внутренний мир. И, безусловно, это то, что им может дать искусство. А 2021 года мы ждем встреч, много синергичных проектов, также набраться сил, чтобы исполнить все задуманное в 2020 году, пересобрать как-то и переосмыслить опыт этого прошлого года, чтобы ворваться в 2021 год со всеми амбициозными нашими задумками и идеями и воплотить их в жизнь, окружая себя людьми, единомышленниками и партнерами, нашими друзьями. Что я хотела бы пожелать? Когда ты желаешь кому-то чего-то, ты хочешь пожелать самому себе. Это очень важно. В мире работает только то, что нужно нам самим. Тогда это может оказаться нужным другим. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы панэндемия отступила, и чтобы мы все были здоровы, и сегодня это главное пожелание, потому что обычно это такие дежурные слова, желаем вам здоровья и счастья. А сегодня здоровье – это не слова, это реальность. Поэтому это самое главное. Я желаю всем нам и всем вам здоровья. Вот надо понимать, что, безусловно, разные страны и разное правительство по-разному помогают, но все так или иначе пытаются помочь, но что-то будет отмирать, что кризисов будет больше, они всегда были в мире, их будет больше, что скорость исторических процессов, она возрастает не в арифметической, а в геометрической прогрессии, это прогрессии чисел Фибоначчи. И мы в этот мир вступаем. И хотелось бы, чтобы мы вступили в этот мир, искренне открытый новому, и не бояться будущего, не бояться неопределенности, и не ждать, когда нам скажут, что нужно делать. Просто открывать для себя то, что тебе кажется правильным и нужным тебе, начинать это дело. Ну и тогда есть шанс, большой шанс, что ты окажешься нужным людям. А когда мы нужны людям, жизнь налаживается. И эти возможности все время меняются. То есть надо научиться быть гораздо более пластическим, и понимать, что жизнь всегда права, что Билл Гейтс, как показывает опыт, был прав. Пять лет назад предсказав, что панадемия – это то, о чем надо думать, надо быть трезвым, потому что втрое планы на будущее, загадывая желание, желательно, чтобы мы не были похожи на девушек, которые поют замечательную песню «La Vien Rose». Нет, вот наши «Dreams», они должны быть мечтами, но они должны быть трезвыми взглядом на жизнь. Трезвый взгляд на жизнь показывает, что мы не знаем, когда мы победим этот вирус, мы не знаем, когда придет другой вирус. И это значит, что нам придется перестраивать отношения, научиться долго ходить в масках, научиться здороваться не руками, не обнимать друг друга, как мы привыкли, а это вообще биологическая потребность человека к тактильному контакту. Придется очень сильно перестраиваться, не бояться перестройки. Мы же уже прожили период перестройки, и мало кто его вспоминает с удовольствием. А я вспоминаю с радостью. И жалко, что мы его в какой-то момент притормозили, потому что вот эта перестройка, она сегодня станет залогом выживания для каждого, и залогом счастья, потому что мы должны не просто выживать, мы должны эту жизнь брать в свои руки и строить ее, умно, разумно и мечтая, потому что без утопии нет развития. Мы должны видеть этот образ будущего, и не бояться, что он будет все время меняться. Вот, наверное, такие пожелания. Хотелось бы самой себе сделать, ну и каждому. Я хотел бы пожелать всем зрителям First Art Channel, и вообще всем, кто смотрит, хорошего настроения. Главное, чтобы все не болели, чтобы были здоровы, и возвращались, как только музей откроется 15 января, чтобы пришли и посмотрели наши прекрасные проекты. Всем хорошего настроения. Во-первых, спокойствие, потому что отсутствие паники – это уже начало выздоровления всегда. Мы хотим пожелать вам удачи, потому что это лучшая из всех любовниц, и вообще ничто не окупается так, как личная удача. Мы хотим пожелать вам любить искусство, так его любим мы, потому что это грандиозная иллюзия и выдающаяся терапия. Вот, будьте здоровы. Новых открытий и встреч с искусством в аукционных залах, на выставках или даже в книгах. С Новым годом! Я хочу пожелать вам не бояться перемен. Пусть любые перемены будут возможностями новыми и новыми ресурсами для вас. Заводите новое знакомство, начинайте новые проекты, не бойтесь менять жизнь. Обычно это происходит к лучшему. С наступающим Новым годом! Счастья в Новом году! Безусловно, здоровья! Обязательно творческого какого-то полета, потому что именно вот это состояние интереса к жизни, которое вы можете получить через искусство, оно и помогает нам справляться с теми или иными жизненными трудностями. Ну, пусть у вас будет все ярко, интересно и увлекательно. Мы, кстати, сидим в 100 метрах от Кремля, поэтому говорим вам, дорогие россияне, я лично желаю вам много сил и энергии, потому что наша жизнь такая, что если есть много сил, можно много успеть и все пережить, и классных каких-то достижений или проекта реализовать. Я желаю окружать себя всегда прекрасным, всегда быть в окружении искусства, и очень надеюсь, что за помощью вы придете именно к нам. И чтобы музей больше не закрывали. Всех с Новым годом!